Цунами Дан Ван Хузен, Инго Найокс, Зьюзен Хос, Ларс Гертнер и другие. Оператор Бернхард Яспер. Нефтедобывающая платформа «Рантум-4» в Северном море. Дан Ван Хузен, Инго Найокс. Дан Ван Хузен, Инго Найокс. Дан Ван Хузен, Инго Найокс. Продюсер Норберт Далдроп. Ну что там? Гидрозонд выпущен, шлюзы открыты. Режиссер Винни Эльснер. Давление снижено. Почему больше не сообщают о погружении? Что происходит? Когда зонд коснется дна, закрывай контейнер и поднимайся на поверхность. Мы начнем при открытии на 25%. Крамлик. Сначала нужно провести пробы. Согласно анализам безопасности, открыть на четверть. В чем проблема? Кортнер. 40%, но очень медленно. 75%. Нам потребуется 3 секунды для аварийного закрытия. Хорошо. Открывайте. Крамлик. Давление слишком высоко. Скорость заполнения отсека 30 литров в секунду, пока остается неизменной. Постойте. 40%. Увеличилось до 70. Парни, меня начинает трясти. 120. 190. Лоха дела. Что показывает спектроскоп? Ничего, никакого гидрата метана. Проклятье. Он должен быть там. Надо закрыть. Уберите этого кретина с глаз. Крамлик. Вы ведете себя непростительно. Проклятье. Закройте клапан. Эта посудина не может удержаться. Что показывает зонт? Зонт что-нибудь показал? Да, черт возьми. Отлично. Закрывай. Закрывай. Закры. Закры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, это не просто кусок топлива, как нефть, газ или уголь. Нет. Нет, друзья мои, это будущее, которое начинается здесь и сейчас с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приветствуем вас на нашем острове Силт. Температура воздуха 26 градусов, дует приятный юго-западный бриз. Температура воды 21 градус. На пляжах западного побережья около 23. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотри, какой вид, милая. А ты хотела ехать на поезде. О чем ты думала? Весь мир ездит на Силт на поезде, только не мой муж. Хорст прав. Когда собираешься на острову, да еще с такой ядреной бабенкой, лучше всего выбрать суденушка посимпатичнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Ян Хенрикс. Магазин для серфинга закрыт. Можете заглянуть в магазин Ханси на западном побережье, но там все дороже. Привет, Ян. Напоминаю, что ты должен забрать Фенске из порта. Завсегда ты к нам не часто приезжаешь. Надеюсь, ты не забудешь. Смотри, Гертруда, не забыл еще. О, Боже мой. Хорст. Ян, уже 8 часов. В первый раз я тебе доверилась. Хорст и Гертруда уже час ждут моего брата. Большое спасибо за помощь. Франко. Извини, я забыл. Уже выезжаю. Не стоит, они едут на такси. Франко, извини. Сейчас я немного... Сейчас? Это сейчас длится уже два года. Все это время я терпела. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Если увидишь Лису, передай, что я хочу ее видеть. Хорошо. Франко, можно у тебя принять душ? Торбин мне снова отключил воду. Делай, что хочешь, но только мы начинаем в 8. Что начинаем? Ты забыл о дне рождения Хельги? Конечно, нет. Я просто... Неважно, у меня много работы. Твой кубок. С ума сошел? Зачем выбрасывать такую штуку? Из нее получится отличная кормушка для стинкера. Класс. О, черт, Торбин. Прячься кто куда. Лиса, убери от меня эту блохастую скотину. У него нет блох. Что это значит? Ян, почему ты не освободил магазин? У меня было много дел. Каких? Заигрывал со шлюшками на пляже или нажирался до потери сознания? Торбин, пожалуйста, не говори так при моей племяннице. Это не смешно. Если до завтра ты не освободишь помещение, я лично вышвырну твое барахло. Кем ты себя возомнил? Крестным отцом? Поезжай пудрить мозги кому-нибудь другому. Не завидуй. Если бы у тебя было больше мозгов, у тебя тоже могло это быть. Жирные задницы? Помолчи. Я знаю, кто я. Умный парень, который сумел пробиться в жизни. А не какой-то глупый серфер, который не смог спасти свою подружку. Ублюдок. Я подам на тебя в суд. Клянусь, ты уберешься с этого острова. Хочешь позавтракать с героем? Конечно. На платформе готовят к взрыву Т-4. Мы же договаривались только о бурении. Бурение займет много времени. Неизвестно, как отреагирует гидрат на взрыв. Подумаешь, потеряем несколько снарядов. Я говорю не о снарядах, а о цепной реакции, которая может вызвать взрыв. А если это приведет к термоказуальной индукции, эта индукция лишь голая теория. Я больше не могу поддерживать ваши действия. Ну и что? А совет директоров поддерживает. Вы так и не послали результат анализа в управлении Евросоюза. Доктор Блан посчитал это ненужным. В чем дело? Хотите спасти редкие виды от вымирания? Что ж, вы не оставляете мне выбора. Управление «Альфа-Газгамбург». Не беспокойтесь, доктор Вертенбах. Мы поддерживаем работу управления охраной окружающей среды. Даже если ваша молодая помощница сомневается в этом. Доктор Блан, разумеется, мы благодарны вам за готовность сотрудничать и поддержку. Госпожа Швайгер просто желает выразить готовность продолжать нашу совместную работу. Доктор Блан, Последние четыре месяца вы игнорировали наши запросы о состоянии дел на Рантуме-4. Ваши запросы не были четко сформулированы, а в параграфе 156... Анализ риска, сделанный вашим специалистом, более чем неудовлетворителен. Там не указано, какие именно взрывчатые вещества используются для разработки месторождений. Я пытаюсь получить более подробный отчет от вашего специалиста, доктора Вилланда. Кристиан Вилланд, Рантум-4. Мне не удается договориться с ним о встрече вот уже четыре месяца. Все пошло бы быстрее, если бы вы четче излагали свои требования. Если спешишь, иди медленнее. Конфуций. Судя по вашему нежеланию дать нам полную информацию, можно подумать, что вы что-то скрываете на Рантуме. Милая девочка, уверяю вас, что на Рантуме мы применяем уже существующие приемы добычи нефти. Они считаются безопасными уже 20 лет. И я уверен, такими и останутся. И все-таки прошу вас. Господин Родер, позаботьтесь о том, чтобы госпожа Швайгер встретилась с доктором Вилландом как можно быстрее. Что ж, я считаю, наша встреча прошла вполне продуктивно. Вы согласны? Благодарю за терпение, доктор Бландс. Все в порядке. Свенья, мне кажется, вы еще не поняли, что мы решаем энергополитическую проблему, которая вскоре возникнет перед всем миром. Напротив, мы уже 4 месяца ходим вокруг этого альфа-газа, а я уверена, что там ведутся непростые разработки нефти рождений. Мы должны поговорить с этим Вилландом. Почему вы такая агрессивная? Вам всегда надо доказать свою правоту. Вот что мешает вам вести дела. Мешает вести дела? Да, ваш наивный идеализм. Вы постоянно бьетесь головой об стену. Если через неделю вы не предоставите доказательств своей версии, я закрою расследование. Неделю? Но я ничего не успею. Я запрещаю вам действовать в одиночку. Вы меня поняли? До встречи в Брюсселе. Что известно об этой правдолюбке? Свенни Швайгер изучала гидрологию. Специализация цикличностечений. Мать умерла от лейкемии. Члены семьи возбудили иск против ядерного завода в Нойфилде. Но иск был отклонен. Разочаровавшаяся идеалистка. Рёдер, позаботьтесь о том, чтобы она не смогла встретиться с доктором Вилландом. Доктор Бланц. Чем дело? На связи доктор Крамлик. У американцев появились данные об ошибке в наших расчетах. Боюсь, произошла утечка информации. Вилланд. Вы уверены? Этот парень нам постоянно угрожал. Тогда решите эту проблему. Где сейчас Вилланд? Едет на силу, он взял себе выходной. Завтра я должен лететь в Гамбург. До моего возвращения эта проблема должна быть решена. Вот. Сделай копию для наших американских друзей. Это последние данные по проекту. Время платить по заслугам. Итак, ребята, рыба должна плавать. За здоровье. За здоровье. За здоровье. О, нет. Что нужно, то нужно. Мы должны. Что такое? Я думал, что еду на праздник. Кристиан! Я думал, ты на буровой. Мне просто было выбраться к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Это от нас с Яном. Красотища. Это же Хоэри сын. Где ты достал это сокровище? Ян, я хочу, чтобы ты взял его с собой. Компас должен путешествовать. Он должен отправиться в путешествие, конец которого неизвестен. Путешествие? Путешествие без цели больше похоже на победу. Перестань, Франко. Мне тоже нравится эта идея с путешествием. До самого Копеника? Тогда было другое время. Умелый моряк познается при плохой погоде. Она права. Я бросаю ее здесь одну, с гостиницей и невыплаченными долгами. Франко сама выбрала такую жизнь, а ты выбрал иную судьбу. Хотя я за тебя немного волнуюсь. И Франко тоже. Она сразу мне позвонила, как только узнала, что ты собираешься на Гавайи. На тот чертов пляж. Она не понимает. Да и никто не поймет. Спустя два года. Ты должен оставить все в прошлом. Но бухта Калуа не самое лучшее место для этого. Пойми ты. Думаю, что только там я смогу начать все сначала. Ты все еще винишь себя за гибель Сары. Больше для тебя ничего не существует. Но ты должен смириться с этим. Сара была замечательным серфером. Она управлялась волной лучше, чем мы с тобой. Она прекрасно понимала, на какой риск идет. Я не должен был отпускать ее в такую волну в море. Если бы я сидел в жюри, я бы отменил соревнования. Тогда она осталась бы жива. Но ведь она, как и ты, была повернута на волнах. Тем утром я был у моря. Я видел, что вода неспокойна. Я чувствовал, что что-то должно произойти. Все было в моих руках. Я должен был ее предупредить. Перестань, море было обычным. Ты знаешь, что эта волна приходит раз в 44 года? Но почему именно в тот день? Ян, по статистике, нет. Эта волна не имеет отношения к статистике. Это судьба. Полетели со мной. Ты смотришь за мной. И представить не можешь, с каким удовольствием я бы поехал с тобой. Спрятался бы где-нибудь. Давай пойдем завтра с Хельгит порыбачим, как в добрые времена. Субтитры создавал DimaTorzok Спорим, он снова проспал. Я посмотрю. Здравствуйте. Привет. Кристиан. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кристиан когда-нибудь обсуждал с вами свою работу в Альфа-Газ? Он вел какие-то секретные расследования. Но мне показалось, вы с ним были близкими друзьями. И поэтому он должен был мне рассказывать? Почему у вас городских параноиков дружба ничего не значит, если друг вам ничего не доверяет? Значит, мы параноики? А вам не кажется, что у жителей острова слишком узкий взгляд на вещи? Или вы к местным жителям себя не причисляете? Остановитесь. Я выйду здесь. Неужели я затронула больную тему? Нет, просто я приехал. Молодец, умеешь вести переговоры. Умница. Молодец. Молодец. Слушаю. Да. Если нельзя поменять рейс, тогда я сдам билеты. Можно сделать это по электронке? Большое спасибо. Хорошо. Ты не полетишь? Нет. Хочу остаться на похорону Кристиана. Наверное, он бы хотел быть похороненным в океане. Если хочешь, можешь остаться у нас. Хорошо. Спасибо. Срочно. Здравствуй, Ян. Если ты сейчас слушаешь мое послание, значит, со мной что-то случилось. Передай, пожалуйста, прикрепленные файлы руководителю Евросоюза в Брюсселе. Прости, но я больше никому не доверяю, кроме тебя. Все заряды готовы. Взрыв через две секунды. Начинайте отсчет. Три. Три. Два. Один. Ноль. Три. Два. Один. Один. Посмотрите. Мы заложили слишком глубоко. Вы всегда такой ворчливы. Залежи гидрата занимают большую площадь, чем мы предполагали, а заряды заложили глубоко. Хватит причитать. Осадок слишком подвижный. А если это вызовет термоказуальную индукцию? Что если доктор Виланг? К черту доктора! Довольно об этом. Сменимся завтра и посмотрим, что получилось. А сейчас отдыхать. Угощай всех. Поехали. Понимаете, папа? Померите, папа. Почему? Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Не за что. И не забудьте намазаться, иначе до вечера сгорите. Продолжение следует... Вам неизвестно, что это запрещено? В отеле сказали, что вы, возможно, на пробежке. Ну и что, хотите со мной попрощаться? Посмотрите это. Это же доклад для Альфа-Газ. Вы получили его от... От Кристиана Виланда. После его смерти по электронной почте. Он запрограммировал отправление, написал это письмо два дня назад. Это было еще на платформе. Это похоже на анализ возможного экологического риска. Какого еще риска? Риск при добыче гидрата метана. Что такое гидрат метана? Газ метан под высоким давлением сжимается до состояния льда. И что здесь опасного? Гидрат метана неустойчивое соединение. Его нельзя использовать в широком применении. А эти парни из Альфа-Газа его нашли? Официально нет. Во всяком случае, Альфа-Газ не получал разрешения на разработку. Господи! Боже мой! Быстрее отсюда! Садись! Ничего себе! Альфа-Газ не уйдет! Продолжение следует... 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 Стоять! Господин Крамлик, прошу вас, мы просто... Что с остальными зарядами? Они уже установлены. Одно нажатие, и у вас больше не существует. Хорошая гарантия моего свободного ухода и получения финансовой поддержки. Я загружу, и мы можем улетать. Мы летим на вертолете. Не надо грустить. Вам достается самое лучшее. Разве этого недостаточно? Брок, послушай. Если ты убьешь, нас лучше не станет. Но и хуже не будет. Нет. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть проблемы поважнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы теперь выберемся отсюда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Состояние счета номер 147-224-HX3. Спасибо. Вы уверены? Это последняя проверка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Ну, почему люди начинают относиться серьезно к чему-то, когда уже слишком поздно? Бланц, теперь проблема у тебя. Ты в самом деле верил, что мы просто так выложим тебе эти миллионы? Как только приземлишься тебе истинно, но правительство есть другая причина для беспокойства. У вас тоже. Алоха. Алоха. Алоха? Алоха. 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 Он это сделал. Дэвид, мы должны делать силы. Надо предупредить силы. Они не знают, что их ждет. Мне нужно связаться с Гидрологическим институтом Ганновери. Снова застарай. Я подозреваю, что каждый взрыв может вызвать 5-6 волн высотой около 4 метров. Слава Богу, что они не такие высокие. Я бы не рассчитывал на это. Боюсь, нам придется иметь дело с эффектом наслоения. Что? Что? Малая глубина Северного моря может вызвать гигантскую волну. Снова на Силт? Компьютер еще считает. Постой, Аллилуйя. Что там? Остров находится прямо в центре. Если малая волна успеет разбиться, об него до прихода большой? Насколько большой? Если сложить вместе силу взрывной волны и течение океана... Насколько? Мы должны приготовиться к волне высотой 20-25 метров. Проклятье. Когда? У нас в запасе пара часов, чтобы эвакуировать людей. Эвакуировать? Взлетаем, Хольгер. Надо предупредить Франку. Послушайте, эксперты подтверждают некоторую активность на дне моря, но никто не верит в возможность повторной волны. Господин Вертенбах, вы можете хоть раз отнестись серьезно ко мне. Я стараюсь. Через 30 минут министр внутренних дел официально объявит тревогу на Силте. В институте начала работать комиссия по предотвращению катастрофы. Свенья, надеюсь, вы понимаете, что вы здесь начали. КОНЕЦ Осторожно. Это работа целого месяца. Далеко еще до Силта? Силт, я должна попасть в комиссию по предотвращению катастроф. Только с Франкой, Лисой и Хельгей. Когда мы будем там? Если ветер не сменится, часа через два. За полчаса до прихода волны? Ян, это безумие. К тому времени всех эвакуируют. Я не верю, я должен лично убедиться. Можете забросить меня туда, сами летите дальше. Матерь Божья. Их всего три, а не шесть. Вольфганг был прав. Они начали сливаться. И расти. Они великолепны. Покатые, широкий гребень. Ровный ход, словно по линейке начерчены. Настоящие акаши. Они не кажутся опасными. Подожди, когда они обрушатся на берег. Это настоящие монстры. Польгер, мне надо связаться с Франкой. Как эта штука действует? Убери руки, никто ничего не трогает. Волна здесь ни при чем. Эта сестра, Робиата, со своими ужасными уколами, сведет меня в могилу. Ты меня напугал. Немного воды не помеха старому морскому волку вроде меня. Остучать вас не учили? Включи телевизор. Идет еще одна волна. Двадцать минут назад Министерство внутренних дел издало приказ о немедленной эвакуации жителей острова Силт. Секретарь Совета Безопасности пояснил, что острову грозит повторное обрушение волны. Думаю, тебе надо взять Лису и поехать с ней в Нимбюль. А ты? Не беспокойся. За мной присмотрит сестра Робиата. На борту вертолета находятся специалисты из Альфа-Газа. По данным радара, он направляется в сторону Гамбурга. Службы безопасности аэродрома находятся в полной готовности. Сядем на Силт. На вертолете у нас нет шансов. Ты в порядке? Все еще больно. Почему ты не позвонил Франке? Я звонил. Сеть перегружена. Если Франка не вернется к тому времени, когда приедет Башена, вы с Лисой поезжаете. А я останусь. Только не это, Хорд. Мы уедем с тобой с острова вместе. Нечего сейчас строить у себя героя. Это была просто идея. И не самая умная. Стинкер, ко мне! Стинкер, скоро придет машина. Лиса, вернись. О надвигающейся второй волне стало известно заранее. С 27-го года остров Силт соединяется с материком только посредством одной ветки железной дороги. Быстрая эвакуация на поезде невозможна, в связи с тем, что дорога до материка занимает около 40 минут. На данный момент на острове находится только один состав, который может покинуть остров до прихода волны. В связи с тем, что эвакуация всех жителей невозможна, мы не можем делать прогнозы о возможном числе жертв. Потому как не знаем, какое количество людей будет оставаться на острове, когда подойдет новая волна. Холгер, попробуй еще раз дозвониться до Франки. А что я, по-твоему, делаю? Все линии перегружены, ничего не выходит. Они наверняка уже едут на материк. Это показатель топлива? Не бойтесь, это правый бак. Но другой уже пустой. До Силта дотянем. До Силта? А дальше? Нет ничего лучше теплого солнца. Я приду за вами, когда приедет автобус. Значит, вот зачем вы вывезли нас всех на крышу, чтобы мы прыгали прямо в автобус. Знаете, сестра, это напоминает мне войну. Молодые сначала, а старики больные после. Или вообще никогда. Наша проблема может оказаться посерьезнее, чем я думал. Насколько серьезнее? Волна может быть еще выше. Мне даже 25-метровую волну сложно представить. Перед самым Силтом есть небольшая водка. Дагарбанк. Точно. Водмель может сыграть роль идеального трамплина для волны. Это может усилить мощь волны и удвоить ее высоту. То есть скребать еще метров 20. Это еще более 60-70 метров. 150 метров? Да. На остров надвигается волна высотой 50 метров. Сейчас пора отпусков. На острове около 150 тысяч человек. Тот, кто останется на острове, не имеет никаких шансов. КОНЕЦ Неужели мы не можем остановить эту проклятую волну? Каждый кубический метр воды имеет пробивную силу целой тонны. А что будет, когда волна обрушится на Силт? Цунами очень опасны. Они обычно не останавливаются, пока не достигнут материка. Максимальная высота острова не больше 11 метров. Значит, он не остановит волну. То есть волна пойдет дальше? Можно ли спастись в подвале? Можно выдержать первый натиск волны. Но давление под водой на глубине 30 метров колеблется от 3 до 4 бар. Ни одни легкие этого не выдержат. Когда мы будем на месте? 35 минут. Минут через 35. А волна? 50 минут. Через 50. Максимум 60 минут. Этого не хватит, чтобы эвакуировать всех. Тебе повезло, Франко. Мы бы не стали ждать. Кто это? Господи, Франко. Лиса пропала. Я везде искал ничего. Этого не может быть. Больше часа назад она побежала в дюны за собакой. Надо ее найти. Франко, через 20 минут уходит последний поезд на материк. Я несу за всех ответственность. Хорошо, Гертруда. Поезжайте, а я найду Лису. И мы с ней что-нибудь придумаем. Перестань. Через 50 минут придет волна. Ты должна ехать с нами. Я не поеду без своего ребенка. Правильно. Мы будем вместе искать. Втроем делаю все, и пойдем. Правильно? Конечно. Идем. В связи с тем, что сейчас связь с островом осуществляется в одностороннем порядке, мы не можем показать вам, что происходит сейчас на острове. Но мы можем воспользоваться картинкой, полученной через спутник, которую нам согласился прокомментировать доктор Вольфган Ольпен из Института гидрологии. Снимок сделан 12 минут назад. При увеличении видно, что на расстоянии 70 миль от Силта все колебания объединились в одну огромную волну. Примерная высота этой волны достигает 25 метров, но мы опасаемся, что в районе Доккербанк она может увеличиться еще больше. Когда она обрушится на остров? Мы полагаем, через 35-40 минут. А у нас билеты в первый ряд. Не могу связаться с Франкой. Так. Вольфганг сказал, что большая волна получится в результате слияния нескольких. Да, образуется так называемый пик. Это произойдет прямо у Силта. Но после этого волна снова распадется на меньший. Да, если будет достаточно места. Значит, если пик наступит раньше, на остров обрушатся волны меньшего размера. Свинья, я видел очень большие волны, но они разбивались об одну лишь доску для серфинга. Волны очень чувствительны к внешним воздействиям. Чтобы стабилизировать их, не потребуется много усилий. Ты говоришь об обычных волнах. Цунами — это та же волна. Неприменимы те же законы. Господи, мы можем хотя бы попробовать. Я думаю, стоит рискнуть. У этого парня с мозгами все в порядке. По крайней мере, он хоть что-то знает о волнах. Возможно, что-то в этом есть. Объясните еще раз. Одну минуту. Это вертолет. Ребята, я тут посчитал, что если давление воды достигнет хотя бы 80 килоньютонов, наша волна споткнется. Для этого нужно много взрывчатки. Сорвать дин и класса Т-2 не составляет никакой сложности, но этот взрыв может тоже вызвать волнение. Но если не взрывать их вместе, нам не получить нужной силы. В том-то и вся проблема. Если нам не удастся получить нужную совокупную энергию, все наши попытки будут подобны детскому фейерверку. А что, если воспользоваться доггербанком? Здесь каждый год садятся на мель кораблей. Мы можем использовать отмель как пушку. Возможно, песок немного заглушит силу взрыва, но останется минимум 70%. Надо как можно быстрее разместить там мины. Мои корабли могут быть там через 20 минут. Ладно, парни, это наш единственный шанс. Не упустим его. Лиса! 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 Ничего. Никаких следов. Последний поезд уже ушел. Может, я кто-то забрал с собой? Мне неприятно говорить это, но нам надо... Лиса! Лиса! Мама! Лиса! Эй, Франка, надо было лучше смотреть за ребенком. Стинкер убежал к лагерю. Он испугался вертолета. Эй! Слабо Богу, Франка, где вы? Мы едем на восточную сторону острова. Франка, нет. Послушай. Там у вас нет ни единого шанса. Но поезд уже ушел. Идите к короне, найдите катер Хельгер. Ты с ума сошел? Франка, волна просто смоет все живое с острова. Выслушай меня. Если вы поторопитесь, сможете покинуть остров до того, как волна достигнет своего пика. Разверните катер против ветра и плывите к Доггербанку. Это ваш единственный шанс. Действуйте! Разворачивайте катер против ветра и плывите к Доггербанку. Последний поезд ушел на материк. Надо что-то придумать, чтобы попасть на твердую землю. Идем, Брок. Доберемся до берега на катере. Боюсь, мое путешествие подошло к концу. Желаю удачи. Только не подходи к воде. Я хочу на восточное побережье. В Кайтум и Морзум. Я не хочу в море. Это самоубийство. Я поддам на вас суд за посещение. Осторожней с газом. Хорст, подожди. Ну что еще? Идем, Гертруда. Быстрее. А что, если Ян ошибся? Если мой брат и разбирается в чем-то, то только в волнах. И я в этом уверена. Лиса, найди спасательные жилеты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Чарли Дельта 308, говорит капитан Миноносца, прием Дельта Чарли 308, мы слышим Можете приземляться, только осторожней с волнами Конечно, черт, вы их побрал Добро пожаловать на борт, у нас 30 глубинных мин Мы посчитали этого достаточным Как вы могли рассчитать? Мы сняли профиль волны и поместили GPS Как только волна достигнет берега, мы немедленно активируем мины Вот смотрите Но GPS дает погрешность на 5-10 метров Так нельзя, если мы ошибемся на 10 метров, вся эта работа будет бесполезной Мы упустим волну Ее можно остановить, только если ударить слабое место А где это место? Сёрферы обычно ищут самое сильное место в волне Это место с наивысшей скоростью сближения, вот здесь Значит, слабое, это то, где скорость самая низкая, вот здесь Именно в этом месте нужно произвести взрывы У основания волны, перед ее приходом Но как мы поймем, когда? Как это делают сёрферы, наблюдая за изменением глади и цвета То есть на взгляд Не выйдет Давайте установим на мины поплавки и взорвем мины в нужный момент Получится не менее точно, чем на компьютере Какую самую высокую волну вам приходилось преодолевать? 29 футов В двух минутах от рифа Белхара Хорошо Вы подниметесь на вертолете над берегом И дадите нам команду взрыву Держи вертолет точно над буйками Надеюсь, эта волна не заставит себя долго ждать Ты уверен, что справишься? Ты точно знаешь, что делаешь? Или доверяешь инстинкту? Если идеи получше Ошиблись с направлением Поведу туда Под нами катер Идет к материку Это же Лилида Они плывут не туда Внимание, Лилида Слышите, слышите нас? Ольга, тихо, надо забрать их Иоанн, у нас всего 7 минут Мы слышим вас Спасибо У нас все в порядке Помощь нам не нужна Мы должны двигаться в направлении волны, идиот Польгер, сзади меня Ты, ты, ты должен дать сигнал Если этот идиот не развернет катер, его разорвет на части Я должен спасти их Я отдам команду по рации Крамлик, наверное, никого оружия Что, если с тобой что-то случится? Тогда команду дашь ты Слушай, дашь команду, когда волна будет в 150 метрах Проход, Буйков, ни позже, ни раньше Я ничего не знаю У тебя все получится Я верю в тебя И ты должна поверить мне Возьми ракетницу Спасибо 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 Не забудь 150 метров Пестороглядье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Мне нужно подать сигнал! Быстро! Это не пойдет? Оставайтесь здесь! Держитесь крепче! Игнаш! Добро пожаловать в наш канал! 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 Да, она сломалась! Она разбилась по всей длине! Добро пожаловать в наш канал! 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 Знаете, в таких ситуациях главное не поддаваться страху! Каждое движение должно быть выверено! Поэтому вызвали мамочку. Держи. Больше мне это не понадобится. Познакомься, это сестра Агата. Она ухаживала за мной. Я уверена, что ты вернешься в Брюссель. Да, завтра утром. Но только чтобы сдать свой отчет. А потом я устрою себе отпуск. Я знаю одну симпатичную гостиницу. Может, ей требуется небольшой ремонт, но зато она рядом с дюнами. Что-то меня настораживает. Хелга, этот остров великолепен. Фильм озвучен по заказу компании EA Cinema.